В конце семидневных мотобольных баталий в финал Куга России вышли две сильнейшие команды. Это Видновский Металлург и команда Колос из города Ипатова Ставропольского края. Кто выиграет эти соревнования, решит эта игра. Мотобольный сезон 2018 года, который начался с чемпионата России, показал, у Видновского Металлурга появился опасный соперник – команда Колос из Ставропольского края. Дважды Видновчане уступали мотоболистам из Ипатова сначала на своем поле, а затем на поле соперника. Но победное завершение встречи в рамках Кубка России дало понять – Металлург остается в лидерах. Когда в отборочном этапе Кубка России мы у них выиграли, психологически ребятам надо было понять, что они могут победить. Потому что уже немножко был такой спад, и уже начинали дрожать коленки перед Колосом. Поэтому молодцы, что смогли настроиться. Первую половину игры болельщики Металлурга, а их в финале оказалось как никогда много, радовались забитым голам четыре раза. Это настолько взбодрило жителей Виднова, что сомнений в победе наших мотоболистов у них уже не было. Обязательно выиграет Металлург, обязательно. Почему такая уверенность? Потому что каждый раз хожу. Не первый год. В 70-х годах хожу. Такая команда, я думаю, она одна и сильнейшая. Одна, наверное, самая сильная в России. Это здорово. Это, наверное, даже стимул для нашей молодежи пойти, попробовать себя. Потому что, я так понимаю, этот вид спорта не такой уже и старый, он молодой. И я думаю, у него огромные перспективы, хорошее развитие. Ворота Металлурга несколько раз подвергались атакам противника. Вратарь Алексей Семенов, хорошо знакомый с силой ударов колоса, постоянно находился в напряжении и готовности отразить удар. Когда мяч летит наши ворота, у меня нет эмоций, я должен быть сосредоточен, я должен стать холодным, расчетливым. А когда, конечно, мяч летит ворот соперников, то, если это удачно, это обязательно выплеск эмоций, крик, прыгаю, радуюсь. За игрой наблюдал глава района Валерий Венцель, который, по его словам, с 2002 года болеет за видновских мотоболистов. Приятно посмотреть, что очень много наших жителей пришло для того, чтобы поддержать нашу команду. И поэтому для нас это всегда, для видновчан, те, кто здесь живет, кто знает свою историю, всегда это, в первую очередь, праздник. И я хотел бы поблагодарить, в первую очередь, организаторов, нашу команду за то, что дарят такие замечательные эмоции. Это действительно спорт настоящих мужчин, тех, кто добивается поставленного результата. И наша прославленная команда «Металлург» нас постоянно радует своими победами. Третий тайм, как бы ни ревели моторы, не принес очков никому. Решающим и волнительным стал последний четвертый, когда наши игроки забили в ворота соперников пятый мяч и немного расслабились в ожидании триумфа победы. Тогда как игроки «Колоса» расстроенные и накопившие спортивной злости забили сначала один, а затем и второй мяч. 5-2 в пользу «Металлурга» с таким счетом закончилась финальная встреча Кубка России, после чего состоялась церемония награждения, во время которой многие припомнили недавние события, когда чествовали победителей Чемпионата мира по футболу. Такой же дождь, как и тогда, в Москве обрушился на видное. Но радость от победы у одних, а возможные слезы поражения у других он помог скрыть, а заодно обмыть 25-й по счету кубок, завоеванный нашим «Металлургом». На церемонии были вручены и кубки лучшим игрокам. Ими были признаны игрок «Металлурга» Иван Крештопа, капитан команды «Металлург» Владимир Сосницкий и игрок команды «Колос» Сергей Крошко. Алексей Семенов был признан лучшим вратарем.